Всем привет! Вот наступила весна и самое время нам сделать пеногенератор для мойки автомобиля. Так как керхер у нас имеется, мойка высокого давления, не хватает только его. Делать мы будем наш пеногенератор из старого огнетушителя 5-килограммового. Делать будем с наименьшим вложением денег. Постараемся сделать из того, что у нас есть. Так что, кому интересно, поехали! Итак, для изготовления нам понадобится огнетушитель вот такой вот 5-килограммовый. Мы предварительно его весь разобрали, сняли крышку. В крышке у нас находилась вот такая вот трубочка. Трубочка идет у нас до дна, вкручивается вот здесь вот. Мы ее тоже будем использовать. Здесь был вот такой вот баллон с сжатым кислородом, либо с воздухом сжатым. Мы его вот так отрезали, где-то сантиметра 4. Это для того, чтобы сделать пенную таблетку. Купили изложение. Пришлось купить две вот таких мочалки металлических, которые мы чистим посуду. Потом два хомута, чтобы зажать нам пистолет. Пистолет мы тоже используем от огнетушителя. Вот сюда я открутил трубочку. Здесь вот нарезал резьбу, но можно и шланг какой-то одеть. Для удобства. Вот такой будет пистолет у нас. Для пробы вот такой вот шланг небольшой. Что было, скажем так, под рукой. Эта часть у нас тоже как бы от огнетушителя, вот она вкручивается сюда. Все это у нас будет применяться. Дальше что? Это мы отрезали. Эта вот часть у нас здесь накручивается. Здесь я отверстие расферлил побольше, чтобы лучше был проход воздуха. Так, начинаем все это собирать. Все садим на герметик на всякий случай. Резьбу я посажу тоже на герметик. Не буду использовать ни функу, ничего. Так. Зажали. Вырезал я вот такую вот сеточку. Лаживаю его внутрь. Ну и теперь будем как-то пытаться затрамбовать туда нашу мочалку. Ну вот, я ее забил молоточком вот этим вот туда. Вот так это стало все выглядеть. Сейчас я положу вот эту сеточку сюда. Вот так вот и мы ее поставим. Для того, чтобы губка не выскочила. Сеточка это будет распирать и не давать наши губки выскакивать. Вот такая получилась у нас пенная таблетка. Едем дальше. Так, дальше. Пока мы ее отлаживаем. Теперь нам понадобится вот такой вот сосок от бескамерного диска. Ну, можно где-то на любой шиномонтажной станции его попросить. Вам дадут. Бэушный, любой. Вот здесь вот было маленькое отверстие такое. Я его рассверлил с вернышком на 10. Теперь берем его сюда, вставляем. Это так всегда хорошо вставляется, тугенько. И вот этой частью оно прижимается. Хорошенько зажимаю. Вот, все, наш сосок вылез. Наш сосок будет служить и обратным клапаном. Сюда мы будем закачивать воздух. Не понадобится никаких для этого вложений. Так, берем трубочку. Трубочку мажем тоже на все, на герметик. Закручиваем ее сюда. Все. Подача воздуха у нас готова. Теперь закручиваем нашу пенную таблетку. Тоже все на герметик. Я же помазал. Закручиваем ее. Все. В принципе, все готово. Теперь нам осталось его заправить. И испытать. Итак, заливаем сейчас сюда воду. Буквально, наверное, литра два, может три. Не, литра два где-то воды на пробу. И немножко, немножко химии. Химия не знаю, сколько заливать. Пока еще и сам не в курсе. Буду все это опытным путем. Ну, я думаю, хватит. Если что, еще подольем. Просто я как бы не в курсе, сколько я заливать. Делаю это все в первый раз. Все это закручиваем хорошенько. Использовалось у нас в изготовлении практически все, что входит в самовнетушитель. Дополнительно только у нас вот сосок. В принципе, и все. Использовали все по максимуму. Теперь прикручиваем шланг. Шланг у нас здесь на колечке резиновым. Все, сейчас дадим давление. Посмотрим. Ну что, приступим к испытанию. Шланг, конечно, короткий. То, что нашел, ну, пойдет такой. Даем давление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что вот такой у нас получился пеногенератор. Самые видели, как он работает. Пена хорошая, густая. Есть кое-какие, конечно, недочеты. В частности, это вот этот вот курочек. Его нужно будет заменить шаровым краном, потому что он здесь травит. Рука постоянно в воде, что как бы не очень удобно и приятно. Заменить вот этот вот шланг. Шланг у нас выбрался какой-то коротенький. То, что было, то и поставили. Купим хороший шланг, поставим. Поставим кран. И, в принципе, можно им нормально работать. Так что вот так можно сделать из обычного огнетушителя, практически без всяких вложений, нормально работающий пеногенератор. Так что кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok